Одно из пяти социальных инициатив, освученных главой государства 5 марта во время обращения к народу Казахстана, стала инициатива о снижении налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Какие группы работающих казахстанцев охватят снижение налоговой нагрузки и когда изменения, инициированные президентом, вступят в силу? Об этом мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, я Жанна Аман и это программа «В деталях». Я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами. Я уже давно их обдумывал, этот шаг. Но нам надо было накопить силы и средства. И вот время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшему социального единства нашего общества. И сделать это через масштабные социальные проекты. «Фактически каждое выступление главы государства так или иначе становится резонансным, привлекает внимание не только отечественных, но и зарубежных политиков, экспертов и журналистов», расходится на цитаты. Однако именно это обращение, по мнению многих, произвело колоссальный эффект и привлекло внимание большей части рядовых казахстанцев. По мнению эксперта-экономиста Жангельда Шемшикова, это вполне объяснимо. Пять президентских инициатив стали ключом к решению важнейших социальных проблем, насущных вопросов каждого казахстанца. В вступительной речи глава государства уже сказал, что пришло время, то есть мы к этому готовились. Отселяет надежду то, что все-таки идет процесс подъема экономики. Все-таки мы в прошлом году неплохой экономический рост показали. В модернизации тоже идет столько заводов, в общем, построено, сколько 1200 заводов построено за 6 лет. Это колоссально, замечательно. А самое главное, идет переориентация от сырьевого к обрабатывающей промышленности. Четкое видение экономического развития и его пошаговая реализация позволили Казахстану даже в самые сложные периоды осуществлять все социальные обязательства. Не только выплату, но и рост пенсии и пособий, зарплат работникам бюджетной сферы. Сегодня страна вышла на траекторию уверенного роста ВВП. К примеру, в первом квартале этого года больше 4%. Рост промышленности 5,3%. Опережающие темпы показывает и обрабатывающая промышленность. Появилась возможность, вот ключевое слово. То есть вы знаете, что в целом по году экономика у нас рост по 4%. То есть в целом экономический рост и показатели, которые идут, они лучше. То есть есть экономическая возможность пойти на этот шаг. И как раз это было сделано как раз после того, как год закончился. Подвели итоги, просчитали динамику, посмотрели, что будет впереди. И исходя из этого, вот эти шаги, которые 5-10 пошли, они как раз и говорят о том, что мы смотрим вперед и планируем. И какие-то возможности, вот если есть они, мы их используем. В Министерстве национальной экономики о финансовых показателях знают все. В том числе и то, что именно они позволяют государству осуществлять масштабные преобразования в социальной сфере. Помимо общих показателей экономического роста, в этом ведомстве сегодня отвечают и за реализацию одной из пяти социальных инициатив президента. За Министерство национальной экономики закуплена вторая инициатива из пяти. Она называется «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат для низкооплачиваемых работников». Согласно этой сфере, поручено снизить налоговую нагрузку в 10 раз для работников, у которых заработная плата менее 25-ти месячных расчетных показателей. Это на сегодня 60 125 тенге. В целом, если говорить по республике, такую заработную плату получает порядка двух, чуть больше двух миллионов человек. Если говорить в каких отраслях, то это в основном сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение. По словам Азамата Амрина, государственными органами совместно с Национальной палатой предпринимателей от Амикен проведена большая совместная работа, которая и помогла определить позиции, выбрать оптимальный механизм для реализации этой инициативы. Критерии, по которым принималось решение, оказались следующими. В первую очередь, это должно быть, чтобы работник получил эту зарплату сразу, и глава государства об этом говорил. И этот как раз и механизм, он позволяет получать заработную плату сразу, мгновенно, вместе с основной зарплатой. Второе, это чтобы удобно было работодателю, потому что ухудшать или усложнять администрирование, это тоже, наверное, неправильно. Поэтому мы постарались минимизировать вот эти лишние движения для работодателя, для бухгалтера, который будет этим заниматься. Ну и, соответственно, не будет подниматься в целом финансовая нагрузка на работодателя, потому что в рамках того фонда оплаты труда, он у него, этот же фонд, останется. Просто те деньги, которые он перечислил на подоходные, он теперь будет платить людям. О новом механизме, прежде всего, говорит Азамат Амбрин, надо сказать следующее. В нем вместо снижения налога до 1% предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 90%. Почему именно пошли по этому механизму? Ну, в первую очередь, предлагались различные варианты, там более пяти вариантов у нас было рассмотрено. Значит, но если бы ставка была 1%, то это уже такая прогрессивная шкала. Сейчас у нас одна плоская шкала, одна ставка 10%. Поэтому мы от этой идеологии не стали отходить, значит, поэтому мы пошли через изменение, уменьшение налоговой базы. В целом цель достигается, мы, значит, налоговую нагрузку снизили в 10 раз. Так каким же образом будет работать новый механизм налогообложения для работников с зарплатами ниже 25 МРП? К примеру, в этом году 25 месячных расчетных показателей равны 60 125 тенге. От этой суммы вычитается обязательный пенсионный взнос в размере 10%, то есть 6 013 тенге. Остается 54 112 тенге. Дальше от этой суммы отнимается минимальная заработная плата. Другими словами, доход, который не облагается налогом. Это 28 284 тенге. Остается сумма в 25 828 тенге. Это и есть налогооблагаемый доход. По действующему законодательству сумма налога составляет 10% от этой суммы, то есть 2583 тенге. По механизму, который предлагают в Министерстве национальной экономики, налогооблагаемый доход уменьшится на 90% и составит 2583 тенге. Соответственно, индивидуальный подоходный налог по ставке в 10% в этом случае составит всего 258 тенге. То есть фактически сумма налога снизится в 10 раз с 2583 тенге до 258 тенге. Соответственно, в этом конкретном случае к заработной плате добавится сумма в 2325 тенге. В Министерстве подсчитали, что таким образом общая прибавка к зарплате трудящихся в 2019 году составит больше 20 миллиардов тенге. Если взглянуть под другим углом, то именно такой суммы недосчитаются в будущем году местные бюджеты. По мнению Жангельдыша Мшикова, эта сумма, вернее ее недостаток, может сказаться не лучшим образом на положении регионов. Произойдет некоторый сбой, некоторая, скажем, несбалансированность, диспропорция финансовой системы, системы государственных доходов. И есть, конечно, выход. Вообще-то в этой инициативе президент сказал, надо продумать вопрос перехода к прогрессивной налоговой системе. И это радует, потому что уже мы устали говорить об этом. Все время мы говорим, давайте как-то, чтобы вот это перераспределение было доходов. Жангельдыша Мшиков уверен, что введение прогрессивной шкалы налогообложения станет лучшим решением. Эксперт считает, существующая система налоговых отчислений меньше всего отвечает условиям социальной модернизации. Пропорциональный налог, он похож на рыночный механизм, который богатого делает еще богаче, а бедного еще беднее. Один только пример. Хлеб стоит в магазине сколько? Ну, 60 тенге. 60 тенге. Бабка, у которой там пенсия 3 тысячи, идет, покупает этот хлеб за 60 тенге. Миллионер, у которого там 6 миллионов, заходит в магазин, он тоже покупает за 60 тенге. А он мог бы за этот хлеб платить 600, и это ему комаренный укус. Отдельные специалисты, рассказывает Жангельдыш, в качестве альтернативы уже не первый год говорят о необходимости ввести налог на роскошь. Экономист с этим не согласен. Вот сегодня кто-то говорит, пишут, что давайте налог на роскошь. Налог на роскошь, да, применяется во Франции, в Германии. Даже с Франции сбежал этот депридент только из-за того, что, значит, не захотел огромный доход, вернее, налог платить. Но таких богачей у нас на пальцах посчитаешь. У кого роскошь. И поэтому вряд ли налог на роскошь даст какой-то эффект. В Министерстве национальной экономики успокаивают. О том, как восполнить потери бюджета, в правительстве уже позаботились. По крайней мере, на ближайший будущий год. Действительно, значит, были рассчитаны потери бюджета. То есть это то, что получат люди, это потери местных бюджетов. В 2019 году вот эти 29,1 миллиард мы будем компенсировать с республиканского бюджета. Соответствующее решение республиканской бюджетной комиссии уже есть. Значит, и когда мы уже будем, значит, формировать бюджет 2019 года, эта компенсация, она уже сядет в проекте бюджета 2019 года. Что касается введения прогрессивной системы налогообложения, здесь торопиться не следует, считают в профильном ведомстве. Сейчас, ну, говорить о том, что будет введено или не будет введено, наверное, преждевременно. Но вот мое мнение, что прогрессивную шкалу необходимо вводить только с введением всеобщего декларирования. То есть когда этот всеобщий декларирование заработает, тогда уже, наверное, нам надо переходить на прогрессивную шкалу. То есть осуществление контроля за, значит, соответствующие доходы и налогообложение этих доходов, оно будет лучше осуществляться и администрироваться при всеобщем декларировании. В настоящее время по поручению главы государства специалисты Института экономических исследований и Министерства национальной экономики занимаются изучением этого вопроса. И этим летом уже должны быть сформированы основные предложения. Необходимо посмотреть, как влияет это прогрессивное налогообложение на разные категории. То есть у нас же разные есть заработные платы в стране. То есть какое количество затронет прогрессивное налогообложение? Как повлияет на в целом экономическое состояние людей? То есть средний класс, какой шаг сделать? То есть 10, 15, 20, 3 шага. Или, допустим, может быть сделать 5-7 шагов, как было раньше. То есть, допустим, 10, 13, 15, 17, 20. То есть какую зарплату, допустим, с какой точки отсчета начинать? То есть, допустим, до 500 нужно облагать 10%. Свыше 500 уже, допустим, до ставки 15%. Свыше миллиона уже ставка 20%. А может быть, нужно сделать по-другому. То есть как раз все эти экономические модели мы сейчас просчитываем. Между тем, недостаток средств в бюджете, который прогнозируют отдельные эксперты, может быть восполнен и другим образом. Это категория лиц, которые просто будут увеличивать потребление, в целом тоже на экономическую активность будет влиять. Человек пойдет, он будет покупать хлеб, молоко и так далее. Ну, продукты первой необходимости. Поэтому эти 29 миллиардов, они пойдут в экономику, соответственно. То есть это же выручка тех людей, которые предпринимать эти же. Остается добавить, что до конца этого года будет полностью проработана юридическая сторона вопроса. А пока новый механизм налогообложения низкооплачиваемых работников находится на рассмотрении у депутатского корпуса. По предлагаемому механизму подготовлены соответствующие поправки. Значит, на сегодняшний день они включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Сейчас он находится в мажористе парламента. Значит, проходит обсуждение. И я думаю, что до конца сессии, наверное, этот законопроект примется. И с 1 января 2019 года он вступит в силу. Это была программа «В деталях» и я, ее ведущая, Жанна Аман. Каждую неделю мы рассматриваем актуальные и интересные темы, которые касаются каждого из нас. Смотрите нашу программу на телеканале «Хабар-24». Все выпуски программы доступны на сайте телеканала. До встречи!